Всем привет! Это видео совсем не для нубиков, поэтому выкладывать его на основной канал нет никакого смысла, равно как и пытаться дофига красиво говорить. Конви и Димонки это два ГП-креатора из Черри, и если то, что Конви топ-1 ГП-шир в мире ни для кого не секрет, то имя Димонки слышали ну только самые прошаренные челы. В последнее время некоторые люди, в том числе один редактор Черри, начали ставить его на один уровень с легендой. Димонки бесспорно, очень сильный ГП-шир, но в этом видео я наглядно покажу, почему он уступает Конви по целому ряду параметров. Перед началом лишь добавлю, что сравнивать ГП-широв я буду исключительно из тех фитов, что они продемонстрировали в реальности. То есть всякие теоретические догадки формата «а если он вдруг постарается, то построит лучше» меня абсолютно не интересует. Приступим. Сразу же начинаем с визитной карточки Конви. Идеальная передача и понимание сонга это и есть то, что делает индонезийского гения топ-1 ГП-креатором в мире. Из показанных фитов можно отметить и по сей день великолепный парт Void Wave, уступающий в рамках уровня лишь пиковому Орте, но это тема для отдельного ролика. Парт Конви в Obsidian Gate, несмотря на двухгодичную давность, все еще является лучшим ГП-партом за всю историю коллап-хостинга в принципе. И по сей день под ним красуется коммент Виприна, чем другие ГП-ширы, кроме Морвека, похвастаться не могут, включая Димонки. Касательно последнего, его понимание сонга, подбор персонажей и прочие вещи находятся на крайне высоком уровне благодаря очень вдумчивому процессу стройки, когда на пару секунд ГП может уйти больше часа. Но этого все равно недостаточно, чтобы сравниться с идеальным пониманием сонгов от Конви, так как на данный момент геймплеев от Димонки, превзошедших его по данному параметру, еще не наблюдалось. Конви получает 6 из 6, а Димонки только 5, что также является отличным результатом. Оба ГП-ширы весьма оригинальны, но Конви снова явный фаворит. Одним своим партом в Obsidian Gate Конви установил огромный тренд на свои гиммики. Это настолько сильно разлетелось по всей Туся, что неоднократно возникали ситуации, когда ГП-ширы даже сами не знали, от кого это пошло. Во всех геймплеях Конви присутствуют какие-нибудь оригинальные фишки и уникальные мувы. Например, два его самых новых парта для Черри. В Waterfalle он сделал очень уместную отсылку на легендарный кораблик из нетрудно догадаться какого уровня, а в Лилрозе замечательно реализовал интересную вертикальность, в которой он также является лучшим в мире. К другим его фитам относится умение гениально реализовывать простые идеи. Например, этот дуал. Его геймплей смотрится очень крепко и уверенно, не возникает ощущения, что сейчас всё развалится. Другим же ГП-ширам, как правило, приходится выбирать одно из двух. Либо ГП получается неоригинальным и скучным, но рабочим, либо работает через задницу. Демонки тоже нельзя называть неоригинальным ГП-ширам, но его оригинальность – это неоригинальность Конви. Ощутимая часть его креативности уходит в структуры, при этом оставляя траекторию персонажей весьма примитивной. Конви же придерживается более простых структур, но зато делает очень клёвые траектории. Из плюсов Демонки можно отметить неплохую работу с вертикальностью. Несмотря на довольно базовые мувы, сам порядок подбора персонажей и способов их применения у него довольно узнаваемый. Поэтому Конви получает ещё одну шестёрку, а Демонки только четыре. Здесь Конви просто не оставляет никаких шансов никому, кроме Марвека и, возможно, Илрелла. Так что сразу перейдём к его фитам. Конви сделал парт в ОГ, который является общепризнанным эталоном идеально декорабельного геймплея. В любом коллабе, где строят Конви, парты с его геймплеем начинают буквально бронировать заранее. На данный момент единственный ГП-шир, за право декорить которого готовы побороться даже креаторы первого тира. Конви умеет неплохо декорить сразу в нескольких стилях, тем самым автоматически обладает идеальным пониманием того, как сделать декор своего геймплея максимально комфортным. Умеет строить 1.9 парты, где очень важна композиция. Благодаря вышеперечисленному может реализовывать очень смелые идеи так, что их будет очень даже комфортно декорить. Например, такие перегибы камеры, как в Лил Розе, для другого ГП-шира были бы ошибкой, но Конви реализовал это правильно. Структурит он очень гибко, тем самым позволяя декорщику не быть скованным при реализации его геймплея. Демонки, в свою очередь, умеет делать чисто и оригинально, но ничего сопоставимого с фитами Конви он и близко не продемонстрировал. В отличие от него, он также ещё и не умеет декорить, из-за чего Демонки зависим от фидбэка креаторов и самостоятельно в полной мере не понимает, что из его ГП будет декориться хорошо, а что плохо. По той же причине ощутимая часть его идей закладывается через структуры, что плохо для большинства декорщиков, так как приходится либо переделывать структуры и терять задумку, либо подстраиваться под них с неизвестным результатом. Например, я понятия не имею, что декорщики будут делать с этой уфошкой. Итоговые баллы, как и в прошлый раз, 6,4 соответственно. И снова уже понятно, кто победит. Конви делает идеальный играбельный геймплей, в первую очередь потому, что сам же в них на постоянной основе и играет. ГП Конви в Void Wave является топ-1 по фановости. Как уже и было сказано, он также отличается повышенной стабильностью. Конви практически никогда не допускает дивспайков и перегибов по КПС, из-за чего его работы подходят под совершенно любой скиллсет. Все клики в его партах чувствуются уместно и естественно, благодаря отличной реализации сонгов. Отдельно стоит отметить саму фановость. Конви постоянно добавляет в свои геймплеи интересные механики, требующие отдельного внимания игрока, тем самым добавляя аркадности в свои геймплеи, что является очень редким навыком. Также его геймплей не обходится и без весьма неплохих альтернативных путей, и возможностей пройти конкретный момент разными способами. Демонки в свою очередь это весьма неплохой слейер, что является палкой о двух концах. Из-за значительно более высокого скилла, чем у рядового ГДшера, он гораздо проще пропускает дивспайки. Но несмотря на это, в целом в его геймплее весьма приятно играть, но они чувствуются менее стабильно по сравнению с работами Конви. По критерию фановости Демонки выносит вперед ногами очень многих гэпэшеров, включая Марвека. Но мы его сравниваем с буквально лучшим гэпэшером мира, и разница между ними не просто есть, она весьма заметна. Конви в очередной раз получает высшую оценку, а Демонки почетную пятерку. Про неё можно сказать не так много, из-за природы данного параметра. Конви очень стабилен и в 99% случаев его парт будет являться лучшим в уровне. Умеет идеально работать со всеми режимами. Пожалуй, единственный гэпэшер, который уместен всегда и везде. Из продемонстрированного отдельно стоит отметить опыт. В общей сложности за Конви суммарно более одного часа геймплея. Среди опубликованных партов нет ни одного не то что плохого, нет ни одного даже среднего. Строит в отличие от Демонки Конви очень быстро. Как правило, для завершения среднего парта хватает 2-3 заходов в редактор. Но тут нельзя не учесть один огромный минус. Конви нравятся далеко не все сонги, из-за чего рассчитывать на его парт можно далеко не в каждом проекте. Демонки продемонстрировал умение не допускать откровенного говнища в своих работах, но ценой за это является огромное время постройки. В Лил Розе он получил свой парт раньше Конви, в итоге последний закончил его за 2 захода, а парт Демонки все еще не готов даже наполовину. При этом у него есть и свои плюсы. Например, куда большая универсальность и готовность строить под практически любую песню. Суммарно я оцениваю стабильность обоих гпшеров как приблизительно равную отличную, то есть 5 из 6. Поэтому параметру Конви без шансов просирает Демонки. Из-за заметно более низкого скилла в ГД он несоизмеримо хуже ориентируется в сложных демонах и даже не знает, как примерно должен играться топ-100. Разумеется, если попросить, он может и забафить, но это негативно отразится на качестве работы. Предпочитает он делать хард-инсейн демоны и делает их хорошо, но со сложностями выше изи экстрима начинаются заметные трудности. Но стоит заметить, что далеко не всегда. В уже неоднократно упомянутом Войтвейве он отлично вписался в требуемую сложность. В Спайсе построил очень сложный и хороший вейв парт, но из-за несерьезности коллаба этот фит весьма сомнителен и учитываться при итоговой оценке не будет. Демонки же благодаря своему демонслейерскому прошлому просто отлично ориентируется в топе и умеет строить уровни со сложностью точной до 10 позиций по поинтер крейту. Отлично понимает недоступные к гпшерам уровнем пониже вещи, такие как железная необходимость наличия сложных вейвов в топовых демонах. Его главный фит это неоднократное строительство сложных гп, которые изначально сложны, а не выглядят как забаффанные медиум демоны. Любому гпшеру по этому критерию демонки без видимых усилий отрывает голову, в том числе и конви. Обычный статист может сделать либо сайлент, либо слишком просто, но демонки мастерски лавируют в этом спектре сложности и делает как надо. Легенда получает 4 балла, а демонки все 6. По итогам вышесказанного имеем 33 балла конви против 29 у демонки, что является очень большой разницей. Последний объективно является очень сильным гпшером, но конви это феномен. Демонки с оценкой 4.8 на 6 абсолютно справедливо занимают верхушку второго тира или низ первого. Конви же с оценкой 5.5 из 6 первый тир безоговорочно возглавляет. Стоит отметить, что демонки один из единственных гпшеров, который лучше конви хоть в чем-то, что уже само по себе является очень достойным фитом. Также следует отметить, что он начал строить на высоком уровне относительно недавно, так что есть надежда на как минимум середину первого тира. Потанцевал у демонки точно есть, но меня вся эта теоретическая шушера мало интересует. По показанному, очевидный победитель это конви, но опять же, проигрыш ему это данность для всех гпшеров. И в этом контексте можно судить лишь потому, насколько сильно конкретный человек уступает королю. Демонки не так сильно, как многие другие, благодаря чему он и находится в черри и имеет право строить среди лучших. У меня все. Всем пока.